С удовольствием прочитал заявление Владимира Зеленского о том, что Россия уйдет со всех украинских территорий, если удастся выйти к границам 2022 года. Вот только с этого хотел начать. Вот только с этого хотел начать. Слушайте, как вы предугадали? Ну, не знаю, просто это одна из последних новостей, которая на мою ленту пришла. Я про себя подумал, что президент Украины совершенно прав. Потери тех территорий, которые были оккупированы российскими агрессорами после 24 февраля 2022 года, конечно же, будет очень тяжелым ударом. Я не уверен при этом, смотрите, я не уверен при этом, что непременно, как предсказывают некоторые, путинский режим тут же начнет рушиться. Я не раз говорил и готов сейчас повторить, что есть и другой вариант, более пессимистический для россиян, которые выступают против путинского режима. А именно, что Россия окончательно изолируется от внешнего мира, полностью сосредоточится на том, чтобы укреплять вот этот вот путинский репрессивный режим за виртуальным или, может быть, даже абсолютно реальным забором, который... Она отгородится от внешнего мира и дальше будет жить, вот как пророчески предсказал писатель Владимир Сорокин в своем знаменитом «Дне опричника», что это будет этакая... Такая за высокой стеной Северная Корея, только очень большая. Но сил уже у Путина не будет, я уверен. В случае, я бы так вот даже сказал, что в случае большого, серьезного военного поражения у Путина будут большие проблемы. Даже если ему удастся сохранить какую-то небольшую часть захваченных после 24 февраля территорий. Ну, понимаете, я в этом абсолютно уверен. Я в этом абсолютно уверен. Но тут, конечно, что все зависит от того, как скоро и как интенсивно союзники Украины будут оказывать ей дальнейшую помощь. В каких размерах, в каких объемах, в какие сроки и какая будет номенклатура вооружений, боевой техники и всего того, что украинские вооруженные силы ждут. В никаких либо сомнений в этой части особо согласен с вами. Но вот позвольте уточнить, то есть в таком случае, при таких раскладах, если мы смоделируем ситуацию и вооруженным силам Украины удастся деоккупировать территорию нашей страны, которая была захвачена Россией до 2020, вернее с 2022 года, тогда у Путина будет дилемма. То есть продолжать далее накапливать ресурс, мобилизовать людей для того, чтобы идти и это все отбивать в их представлении, или же идти на мирный диалог, как говорит президент Зеленский. Но позволит ли запрограммированное российское общество идти ему на этот диалог, как вы считаете? То есть, мне кажется, у него выход будет только один. Продолжать воевать. Ой, не думаю. Я думаю, что вот так называемый пропутинский-крымский консенсус, который реально был важной составляющей общественного мнения в 2014 году, он уже позади. И по поводу, ну, какие бы там хороводы на Красной площади не водили на следующий день после победы Путина на так называемых выборах 17 марта, вот 18, вы помните, народ вышел на Красную площадь, чего-то там скандировал. Ну, послушайте, Красная площадь не такая большая. И очень часто просто хорошие фото и кинооператоры делают ее такой вот огромной и необъятной. На самом деле она, я, знаете, посчитал просто на бумажке и с удивлением узнал, что вот в Лондоне есть большая такая красивая площадь, называется Итан-сквер. Итан-сквер, она, по-моему, то ли в полтора, то ли в два раза больше Красной площади. Но там просто англичане... Отчего у нас идет слово сквер, да? Это от площади, да? Потому что вот это вот слово, пришедшее в русский язык из-за границы, означало некую свободную территорию в городе, которую, где разбивают сквер, где сажают деревья, газоны, ставят скамейки, где народ гуляет, отдыхает. А вот в российской имперской традиции площади превратились не вместо отдыха, а вместо проведения императорских смотров, коммунистических демонстраций, посткоммунистических вот этих вот путинских военных парадов. Посади на этой Красной площади деревья и разбей газоны, она будет выглядеть совсем маленькой. Но, тем не менее, вот представьте себе, что ну сколько там людей? Ну 100 тысяч, да? Ну согнали, свезли туда сотню тысяч этих самых демонстрантов, а может быть даже и меньше. Они там пошумели, помахали, но они не отражают сегодняшнее состояние российского общества. Я думаю, что в действительности... Мы сейчас даже не обсуждаем цифры там, сколько, где голосовали за Путина или за этих самых подсадных якобы кандидатов-оппонентов, конкурентов. Нет. Эти все цифры нарисованы с потрохами, что называется. От начала до конца выдуманные, высосанные с пальца. Это даже не подлежит никакому серьёзному обсуждению. Я полагаю, что большинство находится в пассивном состоянии. Им бы работу не потерять, им бы денег заработать достаточно для того, чтобы справиться с растущими ценами, с тем, что растут не только цены, растёт вообще стоимость жизни. А благосостояние не растёт. Наоборот, падает покупательная способность российской валюты, происходит масса всяких других неблагоприятных изменений. Так вот, я полагаю, что отнесутся к этому, но так же, как отнеслись к Пригожинскому мятежу. Вы вспомните, мы видели, я не знаю, толпы людей, которые вышли на улицы Москвы или там других городов Российской Федерации, защищать дорогого и любимого Владимира Владимировича от вот этой самой страшной угрозы, которая двигалась с юга. Вот это вот орда пригожинцев. Да нет. Наоборот, все перепугались и попрятались. Вы вспомните, какой это был год, я уже забыл, ну, это был сравнительно недавно, военный мятеж против Эрдогана в Турции, когда реально сторонники Эрдогана выходили на улицы и чуть ли не под танки ложились. Да, 2016 год. Да, вот совершенно правильно, да. И ничего такого не произошло в России. Мы не видели демонстрации в поддержку Путина, защитим нашего любимого, единственного, навеки вечные президента. Нет. Я думаю, что если выяснится, что вот этот самый президент решил вывести войска с оккупированных территорий Украины, протестов не будет. И никто не будет призывать. Ну, вот кроме... Нет, вы понимаете, конечно же, появятся люди, которые начнут, как вот эти Z-военкоры или Z-пропагандисты, работающие активно на Кремль. Некоторые даже так активно работают, что в тюрьму попадают, как Гиркин, да? Перегибают палочку иногда. Или, не помню, как фамилия этого, Морозов, по-моему, был. Военкор, который почему-то взял и покончил с собой после того, как его ругательски изругали какие-то другие пропутинские пропагандисты. Довели до самоубийства. Ну, там, что у них в этой банке этих пауков происходит, я, честно говоря, слежу не так внимательно. Простите. Так вот, что я хочу сказать, что, конечно же, будет свист, вой, но с теми, кто будет слишком громко свистеть и негодовать, и призывать к продолжению войны, скорее всего, обойдутся так же, как вот с упомянутыми выше. Кого-то доведут до самоубийства, якобы, да, кого-то, как Гиркина, посадят в тюрьму. Вот не нужно переусердствовать в поддержке нашего президента, скажут ответственные товарищи в тех структурах, которые за это отвечают. Посидите здесь вот, охолоните чуть-чуть, годков несколько. А остальные люди, я думаю, будут продолжать заниматься тем, чем они занимаются, спрятав голову в песок. Вот у меня такое ощущение, честно говоря, вот даже если что-то будет с Крымом, я вам скажу. Вот смотрите, Владимир Зеленский сказал, если Россия уйдет с тех территорий, которые были захвачены в период после 24 февраля. Если Украина выйдет на границы 22-го года. Крым, как мы понимаем, в этой ситуации остается за скобками. Я думаю, что это смелое заявление в этом смысле со стороны украинского президента, потому что, вы лучше меня знаете, в украинском обществе, в значительной части украинского общества, были такие, ну слишком оптимистические настроения в какой-то момент, которые подогревались, кстати, заявлениями некоторых военных экспертов, что вообще, на самом деле, это ломаного гроша не стоит. Это так просто, что, как говорится, два пальца об асфальт. Взять и отвоевать Крым у Российской Федерации. Я полагаю, что всё-таки правы те, кто говорит, что это будет отдельная, если она будет, очень сложная военная операция, которая потребует колоссальных сил, средств, и кроме того, которая будет вовлекать повышенные политические риски. Я готов согласиться с теми, кто говорит, что потеря Крыма может привести к тому, что вот тогда-то действительно у Путина может потянуться рука к красной кнопке. Дальше вопрос переговоров. Но я думаю, что люди не идиоты. Люди, читая о том, что практически каждый день ВСУ наносит удары то по одному, то по другому объекту в Крыму, то по одному городу, то по другому, туда уже очереди из автомобилей едва ли выстроятся. Особенно, когда, вот как последний раз, в Севастополе просто зарево стояло над городом. Да. Евгений Алексеевич, мне кажется, следующая тема для обсуждения очень интересна. Я сегодня прочитал о том, что спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже ввиду как раз того, что произошло в Крокус-Сити-Холл. Я хочу вас спросить, действительно ли все настолько серьезно? То есть возвращается ли вот в такой форме уже активный международный терроризм под угрозой ли Франция, Париж, может Киев, но уже со стороны России. Вы знаете, что сейчас в Киеве очень активно обсуждают эту тему. Ну и, конечно же, ваши размышления в отношении последних новостей, последних событий вокруг Крокуса. Ну, вот вы знаете, я не люблю выступать в роли человека, который без кавычек цитирует мысли других, да? Да, но я хотел бы поэтому просто привести важный пример, как ведет себя Владимир Путин. Вот очень понравилось мне то, что написал мой старый знакомый, коллега, друг Александр Морозов, российский политолог, который живет и работает давно уже в Европе. Он сотрудник знаменитого Карлова университета в Праге. Как раз написал он примерно следующее. Я просто процитирую, потому что здорово написано. «Реакция Кремля на теракт, ну имеется в виду теракт, в Крокус-Сити-Холле нравится мне своей хаотичностью и безумием». Ну, вот для сравнения, французские спецслужбы знали о намерении джихадистов из ИГИЛ провести крупный теракт. Макрон заявил о том, что это удалось предотвратить на территории Франции. Немецкие спецслужбы в декабре 2023 года провели крупную операцию на территории Германии по разгрому ячеек ИГИЛ, способных совершить теракт. Соединенные Штаты предупредили Москву об опасности. От себя добавляю, об этом очень подробно рассказывал на очередном брифинге адмирал Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, который регулярно встречается с журналистами, и он настаивает на том, что Москва была проинформирована не вообще, а детально. Теперь даже директор ФСБ Бортников, продолжает Александр Морозов, признает, что ФСБ тоже пыталось, но не смогло. Дальше еще лучше. Кремль на весь мир показывает четырех чудовищно избитых таджиков. Представители власти одному из них отрезали ухо. Показывают на весь мир. Тем временем Эрдоган, как и обычно в таких случаях, немедленно провел операцию спецслужб по предотвращению. Задержано 147 человек. Их взяли на 48 часов. То есть всех, от кого можно получить какую-то информацию, взяли, но выпустят, но возьмут под контроль тех, кто показался в результате этой проверки подозрительным. ФСБ при этом не проводит никакой операции в отношении подполья ИГИЛ в России. А вместо этого упорно твердит о том, что нашли украинский след. При этом независимая газета от себя добавляет, достаточно лояльный по отношению к Кремлю, если не сказать про кремлевское средство массовой информации. Или там популярный блогер-востоковед по фамилии Дмитриев. Вполне реалистично описывают Вилаяд Харасан, его происхождение, а главное, куда он разбрелся после вытеснения из Сирии. А Кремль производит потоки однообразные брегни про украинский след. Канделаки требуют расстрелов, лидеры политических партий давят на Конституционный суд, требуя снять мораторий на смертную казнь, что совершенно анекдотично применительно джихадистам, для которых смерть – это доблесть. И вот этот весь бред распада, пишет Александр Морозов, производит приятное и даже обнадёживающее впечатление. Иными словами, вот действительно, если повторить всё это очень коротко, мы видим, как и Макрон, и американцы, и Эрдоган, и вполне вероятно, сотрудники и руководители не таких крупных спецслужб, как там ЦРУ, ФБР или... Я не помню, честно говоря, там сложные аббревиатуры во Франции, как называется их спецслужба, но неважно. Сюрте-женераль. Короче говоря, вот как все люди, встревоженные по всему миру, по всей Европе, начинают предельно внимательно присматриваться к тому, чем заняты и к чему готовятся вот эти самые джихадисты, находящиеся в подполье. А существование которых, конечно же, спецслужбам известно, должно быть известно. Начинают их проверять или перепроверять. А в Кремле все уныло твердят про этот самый украинский след, украинское окно и всякую прочую ересь. Евгений Алексеевич, я хотел бы вас спросить по поводу того, что будет дальше с Тайванем. Я понимаю, что, возможно, на первый взгляд кажется, что это не актуальная тема, но вы знаете, дело в том, что глава МИД Тайваня делает заявление следующего содержания. Он говорит, что если Россия сможет оккупировать часть Украины и претендовать на победу, это будет считаться победой авторитарных государств, таких как Россия, Китай, Северная Корея или Иран. И прекращение поставок американского оружия в Украину и вероятная победа России, приведет к тому, что Китай осуществит интервенцию на Тайвань. Насколько это взаимосвязанные вещи, первое. И второе, может ли это заявление подтолкнуть американских конгрессменов, в частности, республиканцев, в частности, крыло мага, к тому, чтобы они поскорее приняли решение о выделении средств и военной помощи для нашей страны? Ой, вы знаете, я честно должен сказать, признаться в том, что я не самый лучший специалист по делам, которые связаны с китайской политикой. Тайваньский вопрос – это отдельный вопрос, который, по моим наблюдениям, не до конца понимают люди, которые, ну, что называется, начинают об этом рассуждать со стороны. Внимание! Дело в том, что мы имеем, по сути дела, историю про расколовшееся государство. Это не то, что, я не знаю, какие-то сепаратисты злые пришли и захватили кусочек территории Китая. Потому что очень многие люди, по моим наблюдениям, представляют тайваньскую проблему. Проблему Тайваня примерно так, что вот каким-то незаконным образом какие-то злые или, может быть, не очень злые люди пришли на этот самый Тайвань и устроили там сепаратистское государство. Ну, условно говоря, вот в Украине очень многие люди, которые далеки от политики, примерно так, по моим наблюдениям, думают, что это что-то вроде ЛНР-ДНР, только вот на китайский манер. Нет. Проблема в том, что Китай был охвачен многолетней гражданской войной, которая, по сути дела, началась ещё до Второй мировой, потом её перекрыла Вторая мировая японская интервенция. И после 1945 года гражданская война между коммунистами и сторонниками партии Гаминьдан возобновилась, ну, условно говоря, которые выступали за буржуазно-демократический путь развития, хотя, может быть, не очень демократический. Сторонники маршала, а потом генералиссимуса Чан Кайши отнюдь не были, что называется, книжными демократами, как по учебнику. Нет. Поначалу на Тайване там тоже была вполне себе жёсткая авторитарная диктатура. Короче, что произошло? Тайвань остался в руках у Гаминьдана. Сторонники Чан Кайши, которые были на континентальной части Китая, туда переселились. И обе страны с 1949 года называли себя Китаем. И Китай, находившийся на Тайване, Республике Китай, аж до 1971 года занимал место Китая в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблеи. Только после существенных изменений, скажем так, в глобальных политических раскладах, Тайвань был исключён из состава членов ООН, и его место было передано Китайской Народной Республике. Но две страны, и, по сути дела, две разных системы, они так и остались. И в чём проблема? Начинать войну за Тайвань или, предположим, провоцировать конфликт с континентальным Китаем для лидеров Тайваня – это очень рискованная игра, потому что, условно говоря, она разрушит строившийся на протяжении многих десятилетий фундамент вот этого мифа о том, что настоящий Китай – это мы. Нет, настоящий Китай. Кто-то говорит, настоящий Китай – это мы в Тайбее, кто-то говорит, что настоящий Китай – это мы в Пекине. Да при этом ещё знаете, какая есть отдельная проблема? Есть люди на Тайване, и общественное мнение там расколото, часть людей хотели бы независимости, но вот просто они устали жить вот в этой весьма идеологизированной, политизированной парадигме. Хватит нам рассказывать сказки, что мы настоящий Китай, мы же прекрасно понимаем, что, по сути дела, мы отдельное новое государство, где живут китайцы, которые говорят по-китайски, кстати, говорят на особом совершенно диалекте, непонятным даже жителям континентального Китая, но на самом деле для Китая это естественное состояние, там люди, которые в Гонконге живут, не понимают тех, кто говорит на пекинском диалекте, и наоборот. Интересно. Нет, я сам был в Гонконге, я видел, как общаются некоторые китайцы с друг другом, они не понимают, но иероглифы одинаковые, и они быстро вот так вот на ладошке пальцем указательным рисуют друг другу иероглифы. Отдельная тема. Ну, короче говоря, понимаете, вот и людей этих, ну, как минимум половина, если не больше, на острове, которые говорят, хватит, мы хотим быть просто Тайванем, давайте провозгласим независимость. Но провозглашение независимости на Тайване может привести к очень серьёзным последствиям, потому что тогда-то они будут считаться сепаратистами. Тогда-то они будут считаться сепаратистами, которые попытались оторваться вот от единого Китая, существующего вот в виде двух государств и двух различных систем. В общем, это очень сложная история, выхода из которой не видно, и при этом, вы понимаете, нужно ещё помнить о том, что разрыв полный с Соединёнными Штатами не так-то выгоден Китаю, как порой некоторым кажется. Всё-таки китайцы заинтересованы в поддержании более или менее нормальных отношений, во всяком случае финансовых и экономических, с Америкой. Они от неё зависят во многих отношениях, в том числе от важного рынка сбыта своей продукции. И мы помним, что пик напряжения пришёлся, может быть, на середину прошлого года, после того, как Си встретился с Байденом в Калифорнии, что называется, на полях саммита АТЭС, напряжение чуточку спало. Поэтому мне порой кажется, что разного рода апокалиптические публикации, предсказывающие неизбежность войны за Тайвань, ну, они по сути своей примерно такие же, как публикации, которые периодически появляются в американских газетах. Я очень хорошо и с большим почтением, с большим уважением отношусь к американской школе журналистики и к американским коллегам, но при этом понимаю, что весьма далеки от истинной публикации, в которых, например, говорится об обувальном падении рейтинга президента Зеленского или о том, что вся Украина устала от войны и хочет переговоров, или что всё, экономика Украины лежит в руинах и так далее. Вот эти тоже апокалиптические статьи, иногда я их читаю, там дёргаю себя за ухо, и это пишут те люди, которые работают в бюро этих газет в Киеве, или они на улицу, что ли, не выходят никогда и не видят, как живёт Украина в реальной жизни. Да, идёт война, но всё, что нам периодически пытаются рассказать, это, согласитесь, от суровой реальности, но всё-таки реальности весьма далеко. И я бы сказал, что... Я понимаю, есть редакторы, есть менеджеры, руководящие газеты, они говорят, что давайте мне новые заголовки, давайте мне новые месседжи. Публика устала читать про то, что Украина мужественно отражает агрессию соседней России. Публике уже скучно читать про героические поступки отдельных украинцев, отдельные истории мужества и героизма. Давайте что-нибудь ещё. Давайте потешим публику истории о том, как Украина теперь думает о переговорах и о контурах грядущего мира. Да какие контуры грядущего мира хочется мне закричать? Посмотрите на Путина. Когда он говорит о переговорах, мне кажется, он говорит только об одних переговорах. Он говорит о возможных переговорах о капитуляции Украины. И, разумеется, ни Украина, ни её западные союзники к переговорам о капитуляции не готовы, мягко говоря. Не правда ли? Субтитры делал DimaTorzok